В Видном состоялся очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. На домашнем поле Металлург встретился с командой Заря из Краснодарского края. О ходе игры и ее итогах расскажет Юлия Пагасьян. Жаркий летний вечер болельщики команды Металлург провели на стадионе, где стали свидетелями еще одного захватывающего матча в рамках чемпионата России по мотоболу. Сначала соперники из Краснодарского края выбрали достаточно жесткую тактику поведения. На первых минутах травмировали нашего вратаря, задев ногу мотоциклом. В Видновщине же для себя предпочли более расслабленную манеру игры, так как команда Заря не является для них сильным соперником. Игроки достаточно молодые и пока неопытные. На большой перерыв команды ушли со счетом 4-0 в пользу Металлурга. Как отмечают бывалые болельщики. Счет не так уж и велик. Несмотря на свою молодость, соперники из Староминской крепко держат оборону и с каждой игрой становятся опытнее. С любой командой, с любой, какая бы она ни была, даже на по рейтингу, естественно, гораздо ниже Металлурга. Тем не менее, любого соперника надо уважать. Заря, я думаю, команда перспективная. Во-первых, она тоже на бюджете Староминского района Краснодарского края. То есть команде помогает. Глава заинтересован, совет депутатов. И очень много молодежи. Я думаю, что через 2-3-4 года эта команда может бороться за призовое место. В который матч видновчане играют без капитана, одного из именитых мотоболистов Владимира Сосницкого. На втором матче чемпионата он получил травму и с тех пор только в роли зрителя. Я думаю, что 28-го я должен уже участвовать с командой вместе. Вот, уже соскучился. Гипс сняли. Сейчас потихоньку начинаем тренировочный процесс. Кросс бегаем, в зал ходим, потихоньку разрабатываем. Осталось один раз снимок сделать, чтобы удостовериться, что все срослось, все хорошо. Во второй половине встречи игрокам команды «Заря» все-таки удалось забить у орота видновчан пару мячей. Но разрыв был достаточный, чтобы не волноваться. Итог игры 7-2. Пока у «Металлурга» на чемпионате 2022 года ни одного поражения. Это действительно наша гордость. Это наша визитная карточка. С одной стороны, мы понимаем, что это не простой вид спорта технический, такой вот, знаете, отчаянный. Но, с другой стороны, мы сегодня вот с большой радостью отмечаем, что у нас сегодня есть достойные соперники. Чтобы мотобол жив. Ну, были годы 90-е, там осталось несколько команд. Сегодня Ставропольский край, Краснодарский край, Владимировский область. Мы, ну, то есть, уже как-то возрождается это хорошо. Впереди у «Металлурга» самые важные игры. Одна из них состоится 28 июля на домашнем поле. В «Видновчане» встретятся со своим главным соперником командой «Колос» из Ставропольского края. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.